Закон един для всех. Под таким девизом в воскресенье вечером прошел санкционированный митинг на бульваре Кокуй. Поводом стала все та же история с избиением сотрудника ДПС Евгения Хоронека, сыном депутата Фирояна. Интересы ивановцев к этой истории и жажда справедливого суда не утихают со временем. Эта история показала, что мы совсем не маргиналы и не быдло. Что каждый житель города Иваново готов лично отвечать на свой выбор. Готов защищать свою голову, потому что каждый здесь присутствующий мог быть на месте этого полицейского. Вы согласны со мной? Как и недели ранее, на гражданском сходе горожане оставляли свои подписи. На этот раз под обращением к председателю Следственного комитета Российской Федерации, чтобы тот взял дело Фирояна-младшего под личный контроль. Митинг городская мэрия согласовала всего на 100 человек, но людей пришло в разы больше. Подобной гражданской активности ивановцы не проявляли даже полтора года назад, когда митинговали за честные выборы. Но избиение инспектора ГИБДД сыном высокопоставленного чиновника подействовало на людей, как красная тряпка на быка. Ивановцы признаются, дело даже не в этой конкретной ситуации, просто накипело. Для меня эта ситуация, в ней, как в капле росы, слились все проблемы нашего общества. И коррумпированная власть, и обнаглевшие кавказцы, и детки, которые по-хамски ведут себя на дорогах, и плохой асфальт, и масса-масса других проблем. В ходе митинга Андреев Танеев зачитал письмо, переданное ему родственниками Фераяна, и по словам коммуниста, написанное сидящим в СИЗО МАМО. На митинге послание было освистано. Позже скан письма появился в интернет-пространстве. В послании Фераен-младший приносит извинения избитому Хоронека и его семье. Правда, многочисленные интернет-пользователи усомнились в подлинности письма. Оно написано слишком красивым почерком и слишком сложными предложениями для 18-летнего парня. Высказывались даже предположения, что извинительную речь Фераяну написал его адвокат. Когда страсти на митинги уже стали накаляться, на горожан пролился дождь. Но даже промокнув до нитки, ивановцы не спешили расходиться.